Идея о том, что зубы надо по-настоящему делать где? В Америке, где Голливуд, где улыбки. Ну и я решил попробовать. И, соответственно, нашел там врача, прошел осмотр. И, соответственно, я уехал обратно домой с этими зубами, с которыми я приехал, с американскими. Я чувствовал, в общем-то, не совсем себя комфортно. Я спрошу, может быть, есть у нас в отечестве нашем все-таки люди, которые что-то умеют. И вот, так говорится, судьба меня свела с очень хорошим человеком. Здравствуйте, можно? О, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Ильич. Здравствуйте, Владимир Ильич. Сказал, ну, знаете, говорит, это не есть тот продукт, о котором вы мечтали. Предложил мне, ну, новую, в общем-то, форму лечения. Мы выставили прикус. Он применил очень интересную, на мой взгляд, методику. На те зубы, которые поставили мне американцы, их как бы нарастили в том месте, где необходимо, до необходимой высоты, и чтобы челюсть встала на свое место. Значит, у нас с вами сегодня контрольный осмотр. Хотелось бы придраться, но не к чему. С эстетической точки зрения. Очень доволен. Отношения, смотришь, меняются у людей, потому что улыбаешься смело, открыто, и, соответственно, ничего не боясь. То есть, вот, если вы представляете, сама вот эта вот челюсть, да, вот, и вот здесь ниже, а здесь выше, да. То есть, а мне нужно выправить челюсть, то, соответственно, вот эту дырочку, ее надо чем-то закрыть. И вот прямо на зубы чуть-чуть нарастили, и вот эти вот накладки, по-моему, это капой называется, да, вот, и с ними продолжаешь жить, жевать. Настолько комфортно стало есть, и пропал вот этот вот страх нажать слабо, там, то есть, вот, все время, чтобы не повредить, что-то такое. То есть, уже совершенно нет вот этого страха за то, что можно что-то повредить. После того, как через три месяца все встало на свое место, вот, мы поставили зубы здесь. И я подумал о том, что, в общем-то, это со всех сторон выгоднее оказалось. То есть, ехать опять в Америку, платить американские доллары, да, так сказать, опять-таки, это дорога туда-сюда, проживание и все остальное. Вот, а в данном случае оказалось, что это даже дешевле, чем это сделать в Америке, и гораздо качественней. Во-первых, здесь ты можешь объяснить по-русски, как говорится, что тебе нужно, что тебе мешает. Здесь врач, он все время в шаговой доступности сел, так сказать, на худой конец на метро и доехал. У меня такое ощущение, что продукт усваивается очень хорошо, потому что идет полное измельчение пищи. Не просто там трешь или выдираешь, а именно они режут, жуют, размельчают. Хорошо, у вас же не было съемных протезов? Не было? Нет, по-моему, не было. Да, не было у нас съемных протезов, потому что пациенты, которые носят съемные протезы, вот, пластиночные съемные протезы, у них жалобы есть на то, что там мало места языку, нарушается дикция. Вот здесь у вас этого не возникает? Ну, на самом деле, я настолько быстро адаптировался к нормальной, качественной речи, без шипящих, свистящих и, так сказать, каких-то других дефектов. Я уже полтора года хожу с теми протезами, которые поставил мне Андрей Юрьевич, и жизнь моя качественно изменилась. Ощущаю, как эти зубы, как будто они мои собственные, и очень рад тому, что я их сделал именно здесь. Забивается ли пища между этими протезами и, собственно, здесь? Знаете, вот, по ощущению, с тем временными, которые мне поставили в Америке, вот, и то, что я сейчас, с которыми я работаю постоянно, ну, как работаю, я с ними живу, я ими работаю, в смысле, жую. Вот, я вообще такого что-то как-то даже и не помню, чтобы как-то пища забивалась, ну, чистить зубы, как нормальный человек. Там ирегаторы. А я ей даже не пользуюсь, даже не пользуюсь, потому что не ощущаю такой потребности. Ну, да. А вот тот американский, там постоянно приходилось, так сказать, выковыривать. Ну, это просто, мне кажется, это комплимент человеку, который очень подогнал все это дело и с любовью, и профессионально это сделал. Говорят, что человек без зубы, он слабый человек. Ну, вот, я это вот, сейчас я это ощутил. В китайской философии, там же есть такое понятие того, что к 70 годам человек должен быть без зубов. У них все это на этом основано. По 12 лет идет движение цикла. Да, да. У нас уже 5 циклов прошло, 60 лет получается, и к 72 человек постепенно теряет все зубы, и он становится ненужным обществу. У японцев они там относят друг к другу. Это в горы. Да, в горы. А у нас надо относить к стоматологу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!